МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокампании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Надзвычайное сдарение на ЦКК. У вынику аварии на вытворчасти загинул человек. Под контролем сенаторы долучилися до моніторингу цен на социально значные товары. Выслухать кожного сегодня у Мазары пройшла диалоговая пляцовка по питаниях природокористания. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сегодня на Светлогорском целелозно-кордонном комбинате прогремел выбух. Мясовые жахары зауважили над заводом клубы черного дыма и открытое полымя. На место подей выехала наша сдымочная группа. Надзвычайное сдарение на Светлогорском ЦКК отбылося приблизно о 11 годин. Оперативно на место сдарения выехали вратовальники. На ликвидацию пожара спотребилося крыху больше за годину. Калеоповдня подобные видеокадры почали заполнять просторы социальных сеток. Пожар трапил у объективы камер як профессийных журналистов, так и звычайных видовочцев. Як высветлилося у одним из цехов, подрядная организация выконывала зварышные работы. Отбылся выбух, после чего загорелся резервуар с гаручим. У ее местности объемом 200 кубичных метров находился таловый аллей. Это побочный продукт выработ целлюлозы, с которого отримывается органичная речева «Канифоль». К месту пожара были направлены силы и средства Светлогорского гарнизона. Всего было задействовано в ликвидации 16 единиц техники, 57 человек. Суседние резервуары, увы, не куинциденту не потерпели. Як означали на предприемстве, праца не спынялася. Завод денежал в звычайном режиме и на выпуск продукции пожар не повплывал. Работали системы бесперебойного питания. Завод работал, получается, цех был только обесточен один. Все остальное производство работало в штатном режиме. Однако трагедии позбегнуть не удалось. От выбуховой хвали при падении загинул 40-годовый зварщик. На место здарения выехала оперативно следшая группа. Свою оценку дадут и супрационники криминалистичного отдела управления Следующего комитета по Гомельской области. Назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются должностные лица подрядной организации и завода, а также работники. Изучается изъятая документация по охране труда, по технике безопасности и по проведенным огневым работам. Светлогорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 306 Уголовного кодекса Беларуси. То есть нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. За ситуацией сочет и представники областной экологичной службы. Мы будем информовать Глядашов, когда начнут поступать новые дадены. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, отели радиокомпания «Гомель» со Светлогорска. До инших тем. У Мазыры протягивается проведение диалоговых пляцовок. Сегодня ее организаторами стали экологи, которые пропоновали обмерковать наибольшевострые питания у сферы природокористания. Наши корреспонденты ознайомились с загученными проблемами и пропоновами. Диалоговые пляцовки у Мазыры протягиваются уже третий тезень. Актуальные проблемы с пропоновой шляхов их выращения. Обмерковали представники установ адвокации, спортсмены и юристы. Сегодня у якости организаторов выступили экологи. Причем на свою встречу и они запросили представников практически всех сфер, которые имеют отношение к вопросу природокористания. Уже несколько десятилетий в мире значаются тенденции погрешения экологической ситуации с одночасовым скорочением природных ресурсов. Восемьдесят лет осталось наших ресурсов, я имею в виду углеводорода. На сто пятьдесят лет осталось угля. Что дальше будет? Дальше будет либо атомная энергетика, но в конечном итоге все-таки основным источником энергии должна быть солнечная энергия. Простой пример провожу. Мы раньше не знали той ситуации, что как можно вести разговор о воде, что ее не хватит и так далее. А сегодня мы столкнулись с этой проблемой. Нехватка воды. Экологичный кризис минавито так оценивают ситуацию у дельники Мазырской диалоговой пляцовки. Причем разума не только об часто нерациональном выкористании природных ресурсов. Забродживание новокольного сиродя самыми разными отходами – это так само сучасной реалией. У дельники пляцовки в якости прикладу приводят ландшафтный заказник «Мазырские яры», которые активно забродживаются наведывальниками. Бытовые отходы в уголе становятся все больше значной экологичной проблемой. Даже их сортованием ждут займаться далеко не все. Законодавшего вмешательства потребует и ситуация заплаты сыровины в приемных пунктах. Здесь где-то можно было бы и цену поднимать, естественно, на закупочное, на этот ВМР, на то же стекло. На бумагу, на пластик. Но сегодня же цена регулируется рынком, поэтому мы не можем, грубо говоря, эту бумагу покупать дороже, чем можем ее продать. И из этого что-то поместить какую-то выгоду для предприятия. Правильно? Поэтому это как одна из проблем – повышение закупочной цены. Накольки реально массово перепрасовывать у пилеты усе дравляные отходы, включающие галинки. Те актуально-другасное заболочивание, як мера адаптации до изменения климату. Накольки махчима адновить хвойные лесы, які значно потерпели у вынику засухи. И які древы у будущем станут основными у беларуских лесах. И еще одна важная проблема – экологичное выхование, починаючи с детячого сада. Удельники диалоговой пляцовки згодные – ніякие поправки у законодавстве, экологичные проблемы не вырошать, коли до этого не будут мкнуться сами люди. Людям рассказывать через законодательство, через дискуссионные площадки, через любую форму общения. Никто… задавайте любой вопрос. Мы просим задать любой вопрос, который вас интересует. Даже пусть самый малый, но может из этого малого возникнуть глобальная проблема, которую надо решать уже сегодня. Вот наша задача. Законодательство изменить. Да, какие-то параметры надо, но самое главное, чтобы человек это понимал. В его сознании – вот его главный закон. В его голове, в его мозгу, в его сознании. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Ёлген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» с Музыра. Сегодня у Гомеля пройшло поширенное посаджение областного совета Республиканского громадского объединения «Белая Русь». Его означали у старшиня организации Геннадзь Давыцька. До активистов так само долучились депутаты Палаты представников национального схода Республики Беларусь. На парадку дня пытания, связанные с конституционными реформами. Удельники со встречи перекананы о необходности переменов. Однако отбываться они повинны легальным, а не экстремистским способом. Сторонники, будем мягко говорить, перемен, они заинтересованы в разрушении государственности. А потом, до основания мы разрушим, а потом. Сторонники государственности, крепкого государства и в это турбулентное время, сторонники роста нашей страны и процветания, они ставят на первое место конституционную реформу и таким образом участие всех масс, всех заинтересованных в политических процессах в законном порядке, в переобустройстве нашей страны, потому что перемены, безусловно, нужны. Зараз у Палату представников поступает шмат пропанов по поправках Уголовный закон Краины. Их группуют по направлениях. У ближайший час активисты Белой Руси будут проводить встречи у областных и районных центрах, как вывучать смиркование насильства. Давайте ваши предложения в новую конституцию. Давайте мы над ней поработаем. На основании этой новой конституции мы проведем, естественно, выборы. Естественно, максимально прозрачно, максимально возможно прозрачно. Естественно, будет сформирована новая власть. Естественно, желательно активное участие народа в этом всем процессе. Вот этим мы сейчас обеспокоены, озадачены и этим активно занимаемся. Обмерковаться будет не только конституция Беларуси, али и иншая законопроекты. Головная задача – выращать проблемы внутри краины самостойно, без внешнего тиска. Свои пропоновые беларусы могут отправить до 25-го кастричника на электронный адрес, который вы сейчас видите на экране. В Беларуси протягнули держ регулирования цен на социально значительные товары. Это позволит оборонить с пожилца в тем леку перед пандемией, под контролем цены на продукты, которые используются повышенным опытом. Мониторных проводят и представители профсоюзных организаций. По их даденых, цены в основном застались на узроне минулой осени. До контроля долучились и сенаторы. Эта работа проводится по решению Совета Республики. Механизм наступный. С пиролику социально значительных товаров вызначаются пять позиций. После информации о пациентах тропляют в ответную форму таблицу, которая позволяет отсушивать изменения на протягу полного периода. Мы исследовали три таких крупных магазина. В них были просмотрены товары, которые являются социально значимыми. И динамика от недели к неделе. Берется полная идентификация товара и производителя. Должна совпадать из недельного недели, дабы видеть динамику то ли повышения, то ли снижения цены. Данная информация сводится и передается в Совет Республики. Уся информация ДРШ находится в открытом доступе. Свои питания на конт-мониторингу цен можно задать сенаторам подчас особистых приемов грамадзян альбо промых телефонных линий. Жить все без барьеров. У Гомеля у доме по улице Петруся-Бровки усталевали подъемную платформу для жихарки с инвалидностью. Наталья Татаренцева проживает тут одна. Каб выезти из дома в магазин или больницу, а потом вернуться в квартиру, женщина просила до помощи у соседей. Зараз Наталья может делать это самостоятельно. Администрация Чагуночного района завернулася до компании Миртек Инженерных с пропоновой об спонсорской подрымцы. Поставщиком платформы стало предприемство Люкслифт. Потом обсталевание передали районным коммунальным работникам для установки. Теперь на территории подъезда целиком сформирована безбарьерная осеродзия. Я очень благодарна, что они проявили участие и установили безбарьерную среду. И я могу себя чувствовать полноценным человеком. Я могу бывать на улице, посещать магазины, вовремя быть у врача. В общем, я стала счастливой. На переде дни Сусветного дня статистики сегодня Головное статистичное управление Гомельской области организовало урочистые мероприемства для супрацовников в сфере, а так само гостей. Головная подея Сустреча – ушановление лепших специалистов региона за годы руплевой працы. Узнагороды не только мясового узровня, а и державного. Подзяка президента Республики Беларусь, гоноровая грамота Совета Министров, нагрудный знак – гоноровый работник державной статистики. Сусветный день этой навуки – молодое свято у першиню, его обвестили на 41-й сессии статистичной комиссии ОАН в 2010 году. У сферы профессийных интересов гомельских статистиков множество питаний, которые закраняют все боки життя. Один из них – выники летошнего перепису насельництва. Уже известны данные о национальном составе нашего населения по средствам существования. И единственное, наверное, данное, которое пока еще обрабатывается в связи с тем, что достаточно очень большой массив их – это данные сельскохозяйственной переписи, итоги которой будут известны в следующем году. Опрацованные дадиные перепису 2019 доступны на сайте Национального статкомитета Беларуси. Коллекция войсковой техники памятного знака «Багартийон» в Светлогорском районе пополнилась яшедным великим экспонатом – тактичным бомбардировщиком Су-24. Этот самолет до выхода у отставку в 2011 году находился на узброенне у военно-поветранных силах Беларуси. До места новой дислокации машина переодолила некольки сотню километров. Только не по поветру, а по автомобильной трассе у супроводжения ДАИ. Таким чином, мясовая музейная экспозиция поширается, и теперь это военно-исторический парк с узорами боевой техники разных часов. Каждый хочет прикоснуться к истории. Тут и детишек очень много, которые должны помнить нашу историю, что у нас происходило. Тут все облагородится, будет площадка, тут занимаются председатели исполкома, они тут занимаются, они тут планируют поставить. Я думаю, что где-то тут они выберут удачное место, для него будет со всех точек он будет виден красиво. Мемориальный комплекс «Багартийон» находится на 71-м километре автодороги «Бабруйск-Мазыр» недалеко от везки Раковича. Его открытие отбылось в червяне 2014 года. Памятный знак створен у Гондар буйномасштабной белорусской наступальной операции, одной из найбуйнейших военных операций за всю историю человечества. В итоге белорусской археологии нестраченная спадщина. У Гомельским палаце Румянцевых и Паскевичевых пройшел республиканский науковый семинар. У им приняли удел коллег 20 доследчиков из Национальной академии науки и Гисторичного музея, Белорусского державного университета, ГДУ имя Франциска Скарыны и Гомельского палацево-паркового ансамбля. Работа проходила у двух секциях. Материалы первые присвечены вядомым особам у белорусской археологии Владимиру Антановичу, Глебу Бончасмоловскому, Александру Ковалене. Яны унесли великий уклад у вывышения Гомельщины у первой полови 20-го стагодзя. У другой секции науковцы представили выники доследования у Пауднева у сходней частки Беларуси и суседних регионов. Выступления закранали довоенный и послевоенный Гомель, Туров, Юровичи, регионы Пасожжа и Подняпроуя, Белорусского полесия, Моховский археологичный комплекс. Треба разуметь, что процесс выучения археологичной спадчины – это не только новые раскопки, но и постоянный процесс пересенсования ранее отриманных материалов. И одна из основных метов наших семинаров – это минавид зворот до спадчины по передних поколению археологов. Хоть это наука, которая занимается старожитностью, но на самом деле она одна из самых технологичных наук сирот гуманитарных докладов, мы выкористовываем самые разные методы натурально-науковых доследований. Археология – это наука открытий. Мы не стремимся за сенсациями, но тем не менее, если мы работаем, то эти сенсации получаются. Меня радует то, что со мной работают уже много лет наши выпускники, которые уже не студенты, волонтеры. Их руками, их глазами делаются интереснейшие открытия. Мы составляем образ нашей истории. Удельники семинаров задавали докладчикам питание на импровизованной дискуссийной плясовце. Материалы плануют объеднать у сборник. У Беларуси у другой полови тыдня станет теплей. Зараз температурный режим на некольких градусов нижайший за климатичную норму. У ближайшие три дни в нашем регионе еще будет довольно холодно. Воблачно с прояснениями и переважно без опадков. Температура поветра у ночи складе от 3 до 5. Днем будет от 8 до 10 градусов тепла. С четверга ситуация почти меняться. Могчимы короткочасовые дожди. Температура поветра у ночи складе до 8 градусов выше и за нуль. Днем 12-14. А пошние дни тыдня будут дождливыми. Середнесуточные температуры наблизятся до своей климатичной нормы для конца костричника. ГТ и иншая новинная информация о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Нахождение в нетрезвом виде на рабочем месте привело к печальным последствиям. Минувшую пятницу в Реческую райбольницу из деревни Яновка был доставлен истопник 1962 года рождения. Мужчина проводил работы в школьной котельной. Из-за критического повышения давления в системе произошел разрыв сварного шва котла. Сельчанин в этот момент находился рядом, в результате чего получил ожоги кипятком и травмы различной степени тяжести. Мужчина с признаками алкогольного опьянения госпитализирован в реанимационное отделение. Само здание котельной не повреждено. На работу детского сада школы инцидент не повлиял. Очередная неосторожность при курении привела к гибели на пожаре в Гомельском районе. Минувшей ночью в три часа в службу спасения поступил звонок от очевидца с сообщением о том, что в деревне Новые Дятловичи горит жилой дом. По прибытии первых подразделений спасателей строение было полностью охвачено огнем. Хозяйка дома постоянно проживает в Добружском районе. С ее согласия в доме жил 50-летний мужчина. При проведении разборки обрушившейся строительной конструкции в комнате на полу было обнаружено его обгоревшее тело. Со слов соседей, мужчина характеризовался посредственно – курил. В результате пожара уничтожена кровля, потолочное перекрытие, имущество внутри. Причина пожара устанавливается. Основная версия – неосторожность при курении. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. В Жлобинском районе в поле сгорел комбайн. В субботу днем в 3-х километрах от деревни Папоротное во время уборки кукурузы произошло возгорание комбайна КВК-800, принадлежащего к СУП «Агрокоротковичи». За рулем находился механизатор 1988 года рождения. Он не пострадал. Возгорание произошло в моторном отсеке. В результате пожара комбайн полностью уничтожен. Проводится проверка. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Основными причинами возгорания сельскохозяйственной техники являются неисправности электрооборудования, в результате которого возникают аварийные режимы работы в электрической цепи. Также неисправности топливной системы, систем смазки и охлаждения, в результате которых происходит разгерметизация вышеуказанных систем с последующим воспламенением горючих жидкостей. В предвыходные и выходные дни сотрудники госавтоинспекции выявили 37 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии и 106 человек, которые сели за руль, не имея на то права. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека получили телесные повреждения и 2 погибли. 18 октября в Калинковичском районе 23-летний водитель на BMW 525 совершил столкновение с автомобилем «Сиат-Ибица» в деревне Гулевичи. Водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Сиат» под управлением женщины. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель автомобиля «Сиат» получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована. По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Два жителя деревни Защобе и Реческого района организовали притон для употребления марихуаны, за что попали под статью Уголовного кодекса. 23-летний мужчина, ранее судимый за хулиганство, обустроил в своем доме и подвале наркотический притон. Действовал вместе с 25-летним приятелем. Молодые люди искали по району дикорастущую коноплю, сушили, а затем варили запрещенные снадобья. В ходе осмотра жилища сотрудники милиции нашли более килограмма зеленого вещества растительного происхождения, а также жидкость светлого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятая трава – марихуана, а жидкость – гашишное масло. Также оперативники выяснили, что квартиру посещали два жителя Калинковича для совместного употребления наркотиков. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Состоялись очередные поединки чемпионата Беларуси по хоккею среди команд экстралиги. Жлобинский «Металлург» уступил оршанскому локомотиву 1-4. А вот Гомель победил Могилев со счетом 4-1. У Рыси свои имена в протокол матча внесли Куцирь, Нестеров и дважды Хузеев. У Львов только Козинов. Завтра стартуют очередные матчи турнира. Гомель и «Металлург» проведут областное дерби. Сыграны матчи 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу между командами первой лиги. Светлогорский «Химик» победил Сморгонь 2-1. Оречицкий «Спутник» не дал и шанса Новополоцкому «Нафтану» 5-0. Гомель обыграл «Слоним» 2017. Матч закончился со счетом 3-0. Первым автором гола на четвертой минуте стал Цеслюкевич. На 42-й с его подачи Гамза увеличил отрыв. Во втором тайме Некрасов на 78-й минуте забил третий гол. Локомотив встречался с Лидой, открыл счет Кухаренок из стана железнодорожников, а затем Хлебосолов сравнял счет. На 64-й минуте гости были снова впереди, но через 10 минут хозяева восстановили паритет. Сохранить его или вывести матч в свою пользу подопечным Горовцова не удалось. В дополнительное время Слесарев забил победный мяч и ток 2-3 в пользу Личан. Завершились и поединки национального первенства страны по мини-футболу. В седьмом туре чемпионата Дорожник сыграл в ничью с Борисовым 900. Динамо БНТУ оказалось сильнее УВД Динамо. Столица проиграла Виттену. Минская охрана Динамо сыграли в ничью. ЦКК разгромил Лиду. Матч БЧ в РЗ не состоялся. Его перенесли на более поздний срок. Точную дату назовут завтра. Отмена обусловлена наличием COVID-19 у игроков в БЧ. Стартовал чемпионат Беларуси по волейболу в высшей лиге дивизиона «Б». А волейболистки «Гомельской надежды» начали турнир с домашней победы над соперницами из «Сдюшор» в Каминск «Рцоп» 3-0. Прошли в выходные поединки 1-4 финала Кубка Беларуси по волейболу. В первом матче четверть финала «Мозорская жемчужина Полесья» проявила характер и одержала победу. Представительницы «Гомельской области» встречались в гостях с Гродненским коммунальником. Итоговый счет матча 3-2. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова